Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И показать тем самым, что они не являются никакими террористами, что они являются прекрасными семьянинами, соседями, друзьями, прекрасными работниками. И они приносят пользу этому обществу и тем, кто с ними рядом. Мы будем бороться за своих ребят до конца. Они тоже маршала, стойко, достойно держатся на судах. И маршала, как бы они ни хотели, у них ничего не получится. Сегодня гособвинение продолжило представлять свои доказательства. В частности, мы в ходе судебного заседания прослушали третью и последнюю аудиозапись, которая была представлена и записана сотрудниками ФСБ и передана уже в качестве доказательства в суд. А также мы начали исследовать письменные документы, в частности, протокол осмотра оптических дисков, где, собственно, содержится текстовая стенограмма этих аудиозаписей. Надо сказать, что качество аудиозаписи не позволяло должным образом ее исследовать. То есть, если не ошибусь, если скажу, что третья аудиозаписи просто шум, какой-то гул и не слышно, что конкретно люди говорят. Сама стенограмма, она пестрит разными словами, которые видно, что переводил человек, который не владеет ни арабским языком, составлял эту стенограмму не крымско-татарским языком, а так как наши подзащитные крымские татары, они использовали в том числе слова из арабского языка, из крымско-татарского языка, и, скажем так, когда они их уже перевели в стенограмму, то это какой-то каламбур получился, по сути. Также хотел обратить внимание на то, что уже определенным бичом стало в данных заседаниях, что наши подзащитные не обеспечиваются должным образом питанием. Сегодня также нам стало известно, что на обед Абдулганиеву, Аскендеру, Абхавирову, Арсену были выданы сухпайки, просроченные сухпайки. Срок годности их истек 14 февраля настоящего года. Мы в этой части заявили ходатайство в суде, чтобы суд вынес частное постановление в адрес УФСИН по Ростовской области, в том, что права наших подзащитных были нарушены, то, что они не были обеспечены надлежащим питанием. Более того, в рацион этих сухпайков входят блюда, которые в себе содержат свинину. Ввиду того, что наши подзащитные исповедуют ислам, который категорически запрещает прием в пищу свинины, они также будут вынуждены отказаться от такой пищи. Что касается здоровья, Абхавиру, Арсену не предоставляется стоматологическая помощь в сезон номер 5. Абсолютно игнорируются все его заявления. Также и Мирусиинов. Рустем, мой подзащитный, практически все зубы верхнего ряда уже потерял. Ему также необходимо уже протест, наверное, ставить. Но, к сожалению, пока мы не можем добиться того, чтобы его вывезли и, соответственно, проверили и оказали соответствующую стоматологическую помощь. И до конца, пока мы уходили из зала судебного заседания, они всем передавали слова благодарности, всем огромный привет горячий за то, что приезжают, за то, что поддерживают и так далее. Все, кто думает, все, кто смотрит и переживает за наших политзаключенных.